ВОГЛАВЕ ФАРФОРВАЯ КОРОЛЕВА Конкурс костюмов «Фарфоровая кокетка» – неотъемлемая часть праздника. В нем участвовали и дети, и взрослые. Суть нарядится как одна из известных фарфоровых статуэток или сервизов. Мы заняли первое место в конкурсе «Фарфоровая кокетка». Искала парную статуэтку, именно чтобы было две девочки. Нашла на катке, очень она понравилась. И мы стали потихонечку подбирать, собирать образ, репетировать. Очень рады, что наши старания вот так вознаградились. Награждали тех, кто любит рисовать. Участников художественного конкурса «Фарфоровая дива». Для гостей прошло множество увлекательных мероприятий. Кузнечные мастера удивлялись своими изделиями и предлагали поучаствовать в процессе. Каждый мог придумать эксклюзивный дизайн сервиза. Были и мастер-классы по росписи той самой агашки и ткачеству. Это сложно делать. А это самые трудолюбивые и выносливые дети нашего фестиваля. Обратите внимание, у них все получается. Не каждый взрослый сядет и это сделает. Практически никто. А они поняли, как это делается, видимо, на генном уровне. Мастера народных художественных промыслов из нашего округа и других городов представили свои изделия. Можно было попить чай с вкусняшками, а также насладиться иммерсивным спектаклем «История разбитого сервиза». В этот день по традиции чествовали юбиляров семейной жизни. Церемонию «Фарфоровая свадьба» посвятили парам, которые отметили 20 лет совместной жизни. В итоге самые счастливые поймали букет невесты. Новинкой празднования стали соревнования самодельных метательных машиноустройств «Пли». Три команды «Тащим дальше», «Морозовцы» и «Культура» продемонстрировали свою смекалку и изобретательность, соревнуясь в креативности машин, дальности и меткости удара. Все прошло в дружеской атмосфере. Победу одержала команда «Тащим дальше» со своим метательным аппаратом, собранным из спортивного инвентаря. Я просто участвовал в праздниках. И так получилось, что еще и выиграли. Самое интересное, что задумали, получилось. Да, не совсем, конечно, на точность получилось, а на дальность, прям как хотели, и залетело. Для хедлайнеров праздника группы премьер-министр и представители Министерства культуры организовали экскурсию в трогательный музей «Чай с вареньем». Здесь их познакомили с историей города, рассказали о секретах дулевского варенья, поиграли и, конечно, угостили этим лакомством. Вообще молодцы вы, что вообще есть такой музей, и что есть возможность людям узнать, как было в старину, как ели варенье, как пили чай, как собирали этот чай. Это классно. Удается сохранить историю, традиции, несмотря на то, что мы все уже в гаджетах, там, интернет, вай-фай и прочее. Мне кажется, что самое ценное в этом трогательном музее – это люди. Трогательные, да. Это люди, их антизиазм, хранительницы, красавицы, девчонки. Три сестрицы. Это правда. Без людей не было бы этой атмосферы. А наша съемочная группа не упустила свой шанс спеть вместе с ребятами. У нее глаза, два бриллианта, три каракта. Празднование 87-летия города продолжилось большой концертной программой. На сцене выступали как местные артисты, так и приглашенные звезды российской эстрады. Толпа танцевала и подпевала вместе с группой премьер-министр. Все наслаждались атмосферой праздника. Харист видео. Поздно публично. Все наслаждались все выступления. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова А.Кулакова Черные карки. Продолжение следует...